Чего хватает в Каменец-Подольском, так это котов. Закончилось в Средневековье, начался Советский Союз. Ну, можно зайти на подверь? Ну, иди, зайди. Добрый. Так, подожди. Что делать? Рагулий тоже здесь. На автовокзале в Умане нашли в Блаблакар в Каменец-Подольске и попробуем уехать. Надеюсь, водитель нас не кинет. Дорога из Умани в Каменец-Подольский довольно долгая, особенно если вы попадаете в зоны с ремонтом. Так, в одной из таких мы стояли больше часа, но все-таки доехали. Так, приехали в Каменец-Подольский, 6 часов, куча пробок, ремонтам на трассе, но зато попали почти в Европу. Так, по идее, вот это вот наше жилье. Такой вот у нас номер за 486 гривен в сутки. Свой вход. Практически в центре, в старом городе. Отлично. Коля во дворе нашла котяку. Это просто у них у него великолепие. Сиамский пушистик. Коты, это, конечно, хорошо, но все-таки мы приехали в Каменец-Подольский, поэтому пойдем посмотрим. Немножко город, уже 11 вечера и пойдем спать. Завтра уже будет полный обзор. Гуляем по старому городу и тут отель Клеопатра. Клеопатра. Как можно еще было назвать отель? Тут просто этот, Европа какая-то. Центральная площадь. Конечно, подсветки не так много. Мы разговариваем с вимышленным другом. Да, можете передать привет? Я хочу просто посоветоваться. Дивите, так вот по порядку ношу, мешки, да? Значит, потрошки ношу. Вийшли с этого подъезда. Это гостиница уже. А там машина била, сила. То там семья. Вийшло хлопчина с той семьи, еще какой-то дружок с ним. Вещи від него. Перекинули мені. Ну, добре, что он в кастуле. Скотиняки. Я ходила мети, там загремило. И бачу, той пацанчик назад втек, а той побег додому. Видно, чи не мама, чи не батько намолили. Правильно? Маленькие гавнюки. А иначе оно наше. Маленькие гавнюки. Я вот так. Добре. Гарного вечера вам. Тут что-то много котиков. И это радует. Такие этапы. Всегда поработать. Хороший признак города. Приехав поздно ночью в Каменец Подольский, не понимаешь сначала, куда ты попал. Подсветка крепости и церквей делает место просто фантастическим. Это почти подол в Киеве. Она котов укралась, занесла к нам в дом. Чего хватает в Каменец Подольском, так это котов. Причем разных и пушистых. Вернулись на главную площадь, а людей нет в 11 часов дня. В понедельник. Вообще никого нет. Или спят. Все работает в понедельник. В Украине довольно много замков, но вот замков мирового уровня, думаю, всего два. Один из них в Мукачево, а один вот этот вот в Каменце Подольском. Основан он еще в конце 14 века. Служил он оборонительным сооружением, как для Речи Посполитой, так и для Великого Княжества Литовского, которым замок помогал держать набеги турков. Но все-таки один раз замок удалось захватить. И тогда вот этот вот замковый мост назвали турецким. И еще такой интересный факт связан с погодой в Украине этим летом. Через неделю после того, как мы отсюда уехали, ураган сорвал крышу одной из башен. Продолжение следует... Зашли в старый замок, вход 60 гривен, взрослый билет. Но если вы хотите оплатить терминалом, то у вас возьмут еще 2%. Это гривна 40. Внутренний двор замка представляет собой набор из туристических ловушек, куда с радостью попадают туристы. Но мы не такие. У нас нет денег. Замковая артиллерия, пушка. Это гаубица какая-то, а, мортира. Это гаубица. Конечно же, в любом приличном замке есть комната пыток. Основан каменец Подольский где-то в 12 или 13 веке. И вся его история связана с тем, что единственный подступ к центральной части города был через мост, который охраняла крепость, образующая при этом единый оборонительный комплекс с городом. Все это наводило ужас на захватчиков более 500 лет. Военным способом город так и не удалось взять, лишь с помощью обманов. Город не зря называют цветком Подолья. Проживают сейчас около 100 тысяч людей. Пришли в музей миниатюр замки Украины. Вход 50 гривен с одного. Там оригинал, здесь галимая копия. Тут уже в центре начинают носить старое жилье, строить вот эти вот непонятные сооружения. Может даже такое случится, что каменец Подольский навсегда утратит свой облик. Пиджачок можно за 600 гривен прикупить себе. Неплохо. Пришли в музей истории каменца Подильского. Хор 15 гривен. В этих обычных улочах в старом городе туриста вообще почти нету. Да и людей тоже. Ну в принципе мы в прошлом году тоже были во Львове, аж так было необычно. Людей мало. Коронавирус всех распугал. А, да, и тут как-то. В 19 веке, когда каменец Подольский был под управлением Российской империи, было решено соединить центральную часть города еще одним мостом. Общая длина моста 149 метров и называется он Новоплановский мост. Во Вторую мировую войну во время отступления мост был взорван. А в 1951 заново отстроен. Возле фонтанов даже есть питьевой источник. Посмотрим. Даже парки в каменце Подольском ухоженные. Правда туалет платный. Две гривны. Главный собор всего каменца Подольского Александра Невский. В честь российского императора Александра Второго. Закончилось средневековье. Начался Советский Союз. И, наверное, на вот этом постаменте когда-то стоял Ленин. Идем на автовокзал, попробуем сейчас найти маршрутку в соседний город Хатейн, где еще один замок. Четыре ватрушки за 54 гривен. Берем два билета за по 30 гривен билет. Маршруточка. Приехали в город Хатейн посмотреть на... Дошли до Хатейнской крепости. 20 минут, 2 километра от трассы и нормальненько. Постройку первых каменных укреплений Хатейна принято связывается с Нилом Галицким и Галицко-Волынским княжеством, когда еще в 11-12 веке здесь началась постройка каменного укрепления. Но больше всего местный форт развился под управлением турков, когда валы укрепили бастионами, сделали въездные башни, а на территории крепости, кроме казармов и складов, построили еще и мечеть. Также интересный факт, что в этой крепости снимали три мушкетера. Тут реконструкция сейчас в крепости, поэтому нужно делать какой-то такой крюк, чтобы обойти и спускаемся вниз. Огромные, конечно, стены. Интересно, что из этого оригинал. Дорога. Тут, конечно, такой обход надо делать. Не знаю, после реконструкции, как тут будет. Но пока вот так. Можно даже в Днестре искупаться. Можно зайти на подверье? Идите, зайдите. Добрый. Разрешили зайти на пять минут, посмотреть на двор и уходить. Внутренний дворик. Килограмм груш 30 гривен. Так как мы в сельской местности, то тут есть колодец. Сейчас наберем водички, попьем. О, а не, нормально, не сильно глубоко. А тут что, воды нет, а что оно? Сейчас в ядро еще впадает. Что ты делаешь? Пес, ты территориальное животное? А ты территориальное животное? Заходим в сельскую кромницу. Четыре мороженка по 15 гривен штука. Забронировали Блаблакар. Сейчас нас подберут где-то тут, на этой заправке. И едем в Каменец Подольский. Привезли нас прямо под АТБ. Провожаем последний вечер в Каменце Подольском. Видом на один из лучших замков Украины, да, и можно сказать мира. И что интересно, в Каменце Подольском, в старом городе, на фасадах нету кондиционеров. Ну, как вы только что сделали. А, да, точно. Ну, это какой-то рагуль местный сделал, а так? Ни одного нет, не видели. Еще один, все. Забираю свои слова назад, рагули тоже здесь. Нам сильно повезло побывать в Каменец Подольском, перед тем, как на замке сдуло крышу. Ну, да, то есть буквально через сутки после того, как мы оттуда уехали, Каменец Подольский накрыл шквальный ветер и разрушил одну из башенок с нового замка. А так Каменец Подольских одно из лучших мест в Украине, куда можно поехать, чтобы посмотреть европейскую архитектуру и насладиться просто красотой. Красотой не только зданий, но и природы. Город сейчас не наводнен туристами. Я скажу, что их вообще нету. Поэтому в 9 часов вечера уже все спят, отдыхают. А так можно остаться один на один средневековыми улочками. Чуть-чуть не хватает подсветки. Вот вечером почему-то какая-то подсветка довольно тусклая. Могли бы что-либо придумать. Но с другой стороны, люди живут там. Поэтому светить круглые сутки в окна жильцам, я думаю, это тоже не супер хорошая идея. Друзья, если появились у вас комментарии, то оставляйте, мы на них с радостью ответим. На этом всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok